Новые поправки в закон о потребительском кредите серьезно обеспокоили российские банки, которые работают в розничном сегменте. Больше всего рискует сегмент кредитных карт. Банкиры считают, что банкам запретят обуславливать выдачу суда, например, покупкой клиентам страховки либо других дополнительных услуг. Авторы законопроекта считают необходимым ограничить возможности банков продавать услуги в пакете. То есть, например, если клиент хочет получить кредитную карту, он не должен быть обязан приобрести еще какие-то дополнительные услуги. Если право заемщика на свободный выбор будет нарушено, то гражданин сможет рассчитывать на возмещение, принесенное моему ущерба. По мнению участников банковской ассоциации, этот законопроект может нарушить баланс интересов кредиторов и заемщиков. Конечно, если любую услугу можно будет признать навязанной и вернуть деньги, то это породит в том числе и мошенническое поведение со стороны клиентов банка. Еще одно новшество, которое вызывает у банкиров обеспокоенность, это влияние нормы на сегмент кредитных карт и карт с овердрафта. При оформлении этих продуктов банк создает клиенту счет, посредством которого выдает деньги для совершения платежей и открывает кредитный лимит. А заемщик может не только взять в долг у банка, но также переводить деньги с кредитки или снимать наличные. Новый законопроект в текущей формулировке может создать риск признания дополнительных услуг по счету и дополнительных услуг по карте незаконными. Если действительно законопроект будет предусматривать подобные условия, то банки будут вынуждены либо отказаться от подобных услуг по кредитным картам, либо отказаться от комиссии за эти услуги, но они тогда будут вынуждены повысить цену за обслуживание карты. Кристина Надышина, Ленардо Влетьяров, Универ Ньюс.